В эфире новости на шестом канале в студии Валерия Саенко. Здравствуйте. Раскрыли преступление через 13 лет. Следком задержал 31-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве. По данным следствия, в декабре 2005 года на заброшенной лесопилке нашли тело убитой женщины. 13 лет это преступление не могли раскрыть. И только сейчас, благодаря результатам биологической судебной экспертизы, которая определила ДНК потенциального подозреваемого, смогли выйти на след убийцы. Предположительно, убил 23-летнюю женщину житель Владимира, которому на тот момент было лишь 18 лет. Как установили следователи, в далеком 2005-м он выпил, познакомился с девушкой. Потом они отправились на заброшенную лесопилку, где пили и знакомились ближе. Но в результате поссорились. Девушка якобы нелестно отозвалась родных парня, за что он ее ударил доской по голове и ушел. А она скончалась. Когда его задерживали и в последующем арестовывали, он не стал отрицать о том, что действительно в декабре 2005 года он совершил такой поступок. Он утверждает, что после нанесения ударов доской, которую он подобрал на этой заброшенной лесопилке, он даже не оглянулся. Он не проверял, как чувствует себя девушка. Остается добавить, девушка была сиротой до 18 лет. Она воспитывалась в приюте. А после, как говорят следователи, не смогла найти своего места в жизни. Жила на случайные заработки и вела свободный образ жизни. Взяли паузу для подготовки. В Ленинском райсуде прошли премии по делу Станислава Фролова, который на протяжении практически двух лет поставлял в различные соцучреждения спрет под видом сливочного масла. После того, как гособвинитель назвал возможный размер срока для подсудимого, сторона защиты попросила суд дать время для того, чтобы более тщательно подготовиться к своему выступлению. За ходом судебного процесса следил Константин Миронов. Предприниматель Станислав Фролов в зале суда заметно нервничает. Это неудивительно, ведь ему грозит реальный срок лишения свободы. Почти два года Фролов по госконтрактам поставлял в больницы, роддома, школы и детсады сливочное масло, не соответствующее требованиям ГОСТа. То есть по факту спрет. В процессе следствия представители следком распространяли информацию о том, что нашли на складе предпринимателя аппарата для переупаковки продуктов. Новые этикетки и продукты, которые хранились ненадлежащим образом. К слову, у Фролова есть семья, жена и двое детей. И гипотетически, если они посещали образовательное учреждение, куда их папа поставлял продукты, то вместо сливочного масла в их каши тоже мог попасть спрет. Сегодня в зале суда и супруга Фролова, которая считает, что от действия ее мужа никто не пострадал. Я надеюсь, что у нас папа и муж останутся дома, так как все возмещено. Он какой-то злостный нарушитель, да. Никто не пострадал от действий, да. Где-то, может быть, кто-то недосмотрел, да. Но опять же, товар весь был куплен, на все есть документы, на все есть декларации. То есть, как бы, я считаю, что человек должен остаться на свободе. У гособвинителя другие данные. Своими действиями Фролов нанес ущерб государству на сумму свыше 6 миллионов рублей. Весь ущерб подсудимый уже возместил. И теперь дело рассматривается в особом порядке. Это значит, что подсудимый получит не более 6,5 лет. Это две трети от максимального срока, предусмотренного статьей. Учитывая все обстоятельства, гособвинитель запросил для Фролова даже меньше, чем позволяет статья. На основании изложенного прошу суд признать Фролова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. За которые назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием из правительной колонии общего режима. Со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. При этом у подсудимого на данный момент арестованы счета и имущество. Арест будет снят после того, как Фролов оплатит штраф. Но это, оговоримся, требование прокурора. Чему приговорит суд Фролова, пока неизвестно. Ясно ли, что если подсудимого отправят за решетку, то в этот срок будет засчитано время, проведенное под стражей и под домашним арестом. Сторона защиты, услышав выступление гособвинителя, попросила суд дать дополнительное время, чтобы основательно подготовиться к своему выступлению. Также стало известно, что Фролов оспорил в арбитражном суде решение Роспотребнадзора о некачественном товаре, который реализовывали фирмы подсудимого. Фролов не отвечает за качество поставленного товара именно на микробиологическом уровне. Это ответственность только производитель. И второе, что у нас немаловажно в решениях суда, значит, данные заключения, которые были проведены Роспотребнадзором, они установлены, что отсутствие угрозы для жизни и здоровья граждан. То есть это принципиальный момент. Представители Фролова отметили, что фирмы, с которыми были заключены госконтракты, никогда не поставляли просроченный продукт, не соответствующий заявленным ГОСТам, да, но всегда свежий. Более того, по словам супруги Фролова, даже когда ее муж перестал заниматься поставками продуктов в соцучреждения, некоторые из его бывших клиентов напрямую заключали договоры с поставщиками на то же самое масло не по ГОСТу. Константин Миронов, Артем Горчаков. Шестой канал. Чистят город от снега и наледи. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни во Владимире продолжатся осадки. Как сообщают в мэрии, глава город-администрации Андрей Шохин лично контролирует ситуацию зимней уборки города и встречается с главами районных администраций профильных управлений. Только за прошлую неделю с автодорог, площадей, улиц и тротуаров города коммунальщики вывезли около 12 тысяч тонн снега. В приоритете дороги, ведущие к социально важным объектам и оживленные магистрали. Однако спецтехнику направляют и в присоединенные территории. Жители города муниципальной власти призывают тоже подсказывать, где уборка снега буксует. Нормально чистится. Я вот здесь часто хожу, и здесь хорошо достаточно чистится. На мой взгляд, вообще дворы не чистятся. Это раз. А во-вторых, вот сейчас пока еще так, а то и тротуары забросают. Поэтому идем по проспекту Ленина, а не по улице Разина. Жители Владимира просят с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники и специалистов. Не бросать свои машины на обочинах дорог и убирать их из дворок на время уборки. Сообщать о тех городских территориях, где еще не успели почистить снег, можно по телефонам горячей линии Центра управления городскими дорогами. Их вы видите на экране. К слову, за чистоту дворок многоквартирных жилых домов отвечают управляющие организации. Перед началом зимнего сезона они отчитывались перед управлением ЖКХ и районными администрациями о готовности к уборке. Однако не все из них добросовестно справляются со своими обязанностями. Их работу ежедневно контролируют в управлении ЖКХ. Там собирают отчетность об уборке территории, вплоть до предоставления фотографий неубранных участков. Кроме того, по распоряжению глава администрации города заработал дополнительный телефон единой дежурно-диспетчерской службы, по которому круглосуточно можно сообщать свои пожелания по уборке, в том числе дворовых территорий. Если в снегопад ваш двор так и не убрали. 53 11 48 единая диспетчерская служба горячая линия. То есть по всем фактам нарушения вы можете обращаться туда и будут приняты меры, даны задания для своевременной уборки территории. Мы выявляем нарушения и принимаем меры административного реагирования, если выявлен факт нарушения. Сколько может составить штраф, если, например, не убирают управкомпании? Смотря на кого составим. На должностные лица минимальный размер от 5000 рублей может повышаться, если уже это лицо привлекалось к административной ответственности. И на юрлицо от 50 тысяч выше может подниматься. То есть тоже, если уже в зависимости привлекалось лицо, то могут штрафы увеличить в размере. Но также, конечно, выдаются предупреждения, если это раз. Распределили бюджетные деньги. Депутаты ЗАГС собрания рассмотрели на комитетах бюджет области во втором чтении. В регион пришли дополнительные средства из федерального бюджета. Это 3 миллиарда 365 миллионов рублей. Члены комитета по здравоохранению и социальной политике хотят направить средства в медицину и федеральные программы. Владимирцам обещают ремонты больниц, закупку нового медоборудования и строительство новых интернатов. Подробнее в следующем материале. На здравоохранении депутаты решили не экономить. На медицину в бюджет заложили больше 20 миллиардов рублей денег. Хватит и на реализацию федеральных программ, и на ремонт и больниц. В следующем году в регионе начнут активную борьбу с онкологией. Все в рамках федеральной программы. На эти цели выделили почти 300 миллионов рублей. Эти средства направляются на переоснащение областного онкологического диспансера. На закупку современнейшего оборудования. Именно вот в наш областной диспансер. В основном это будут закупаться многофункциональные универсальные комплексы, дорогостоящие наркозные дыхательные аппараты. Дорогостоящую технику получат и сосудистые центры, тоже в рамках федеральной программы. Бюджет во втором чтении депутаты пересматривают с учетом новых дотаций. С федерального уровня в регион спустили дополнительно свыше 3 миллиардов рублей. Учитываются и предложения жителей, которые выносились на публичные слушания. В 7 больницах области проведут ремонт, 13 оснастят новым оборудованием. В 6 районах появятся модульные ФАПы. А вот чего не будет, так это новых льгот для детей войны. В этом году им обеспечили льготный проезд в общественном и пригородном транспорте. Но на этом все. Губернатор уже созвал рабочую группу, но на федеральном уровне закон о льготах для детей войны не поддерживают. А без одобрения федеральных коллег в регионе субсидий не выделят. Если принимается закон, то финансирование осуществляется, в том числе поддержка из федерального бюджета происходит, если, конечно, есть источник финансирования. Поскольку мы с вами, регион, получаем дополнительные с федерального бюджета, поэтому устанавливать дополнительные меры поддержки, к сожалению, такой возможности на сегодня нет. Зато в регионе сохранятся все существующие соцвыплаты. К тому же 10 ветеранов Великой Отечественной войны смогут за счет бюджета улучшить жилищные условия. Рассмотрели льготы и для сотрудников Росгвардии. Структура эта сформирована недавно, поэтому ее сотрудники не могли рассчитывать на необходимые льготы. Депутаты это поправили. Мы сегодня рассмотрели распространение льготы по транспортному налогу и распространение льготы инвалидов, получивших инвалидность при боевых действиях, бойцов Росгвардии, Росгвардии, Национальной гвардии. У нас таких немного, один, но тем не менее, вот он будет пользоваться правом не платить транспортный налог. Все правки в бюджет члены комитета по здравоохранению и соцполитике одобрили. Но утверждать главный финансовый документ области ЗАГС собрания будет в полном составе уже на следующей неделе. Валерия Саенко, Александр Мажаров, Шестой канал. А сейчас коротко о других новостях. Елена Мазанько снова в центре внимания, но не завели второе уголовное дело. Теперь бывшего заместителя губернатора по имущественным вопросам обвиняют в превышении полномочий. Как сообщает региональная УФСБ, со ссылкой на следствие Мазанько знал, что будет ремонтироваться зал совещания обладминистрации и здания департамента здравоохранения. И гарантировала знакомым предпринимателям Осиповой и Лянгу победу на аукционах, которые касались ремонта и поставки мебели и оборудования. Подчиненная Мазанько дала указание обеспечить предпринимателям победу в конкурсе. В результате стоимость работ мебели и оборудования была завышена. Администрация области от контракта с Осиповой и Лянгу понесла ущерб на 7 с лишним миллионов рублей. Действия Мазанько повлекли нарушение интересов общества и государства. По первому уголовному делу Мазанько обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размере на сумму не менее 3 миллионов рублей. Взятки Мазанько получал от предпринимателей за заключенные с ними госконтракты. Кстати, накануне второго дела появилась информация, что Мазанько уволена из областной администрации. В результате столкновения легкового автомобиля и большегруза один человек погиб. Трагедия произошла в Александровском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «Фиат», двигаясь со стороны Киржача, выехал навстречку и столкнулся за большегрузом «Вольво» с полуприцепом. Затем «Фиат» попал еще и под «КамАЗ», который шел в попутном направлении. За рулем легковушки сидела женщина, 56-летняя жительница Подмосковья. В результате столкновений с большегрузами она скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Других погибших и пострадавших нет, ГАИ сейчас устанавливает все обстоятельства трагедии. ДТП в Суздальском районе столкнулись два автомобиля, пострадали три человека, в том числе несовершеннолетние. Как сообщает УВД области, на 45-м километре автодороги М7 водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗом 21.0.99. В результате водитель 99-й и его 15-летний пассажир, а также 30-летний пассажир внедорожника, получили травмы и были доставлены в больницу. Светлана Мельникова возвращается во Владимир с сегодняшнего дня, она снова возглавляет Владимир Судальский музей-заповедник. Приказ об этом опубликован на сайте Министерства культуры. Последние два с половиной года Мельникова возглавляла государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический. За ее возвращение во Владимир ратовала в том числе Алиса Аксенова. Музеем она руководила 50 лет, потом эстафету подхватила ее ученица Светлана Мельникова, а потом пришел Игорь Конышев и, как считает Алиса Ивановна, все разрушил. Чтобы спасти Владимир Судальский музей-заповедник, как раз и понадобилась Мельникова. Ради ее возвращения Алиса Ивановна обещала забыть все разногласия, которые когда-то у нее были со Светланой Мельниковой. Покусились на память писателя. В Гусь-Хрустальном вандалы разбили мемориальную доску, установленную к столетию со дня рождения Александра Солженицына. Ее открыли накануне на стене одного из зданий на улице Калинина. Сейчас там располагаются офисы, но известно, что когда-то здание посещал сам Солженицын. В 1956-57 годах он работал учителем в поселке Мизиновский и, бывая в районном центре, приходил в это здание на выставку изделий хрустального завода. Мемориальную доску создавали на средства спонсоров из стекла, но, к сожалению, она не провисела и суток. По телефону редактор Гусевской газеты «Афиша» Дмитрий Сахаров сообщил, что правоохранительные органы сейчас ищут вандалов и устанавливают детали происшествия. Существуют разные версии случившегося. Версия о том, что это могло быть сделано из идейных соображений, все-таки есть, потому что в соцсетях, в новостях о столетии Александра Александровича Олова, о том, что мемориальную доску эту повесили, было много негативных комментариев. Она была сделана из закаленного стекла, и люди, которые ее делали, говорят, что для того, чтобы ее разбить, надо знать, куда и как бить. Устанавливаться тоже будет на спонсорские средства, то есть, несмотря на то, что говорят, что из бюджета, бюджет на это не тратит. Сейчас занимаются заготовлением новой. И в продолжение темы, именно 11 декабря ровно 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. Произведения этого знаменитого писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля читают люди во всем мире. В год столетия Солженицына по всей стране проходят памятные мероприятия, выставки, театральные и художественные премьеры. Сегодня в библиотеках и школах России провели уроки и литературные мероприятия, посвященные жизни и творчеству писателя. На одном из них во Владимирском лицее побывала Маргарита Махрова. На этом уроке сотрудники библиотеки знакомят десятиклассников с биографией Солженицына. Ведь она неразрывно связана с творчеством писателя. В ее судьбе, пожалуй, отразилась история 20 века. Александр Солженицын прошел Великую Отечественную войну, лагеря и ссылки, гонения и эмиграцию, всемирное признание своего таланта и возвращение на родину. Учитель математики и физики, философ и писатель по призванию. Он родился ровно сто лет назад. Сегодня его произведения переведены на десятки языков. Школьникам обычно знакомы всего два – «Матрёнин двор» и «Один день Ивана Денисовича». Одна из главных задач педагогов – рассказать и показать, как широк литературный мир Солженицына. Произведения писателя сейчас часто спрашивают и в библиотеках. Человек, который болел душой и всем сердцем за наше государство, за Россию, который воевал и пронзитель на его произведения. У нас библиотека детская и произведения Солженицына у нас есть, но не в таком количестве. Хотя, когда программное произведение, и дети приходят и спрашивают, то у нас не хватает. Очень бы хотелось, чтобы этих произведений, и особенно вот это новое 30-томное издание, было бы у нас в библиотеке. Напоминают школьникам и о том, что целый год будущий Нобелевский лауреат Александр Солженицын, желая затеряться внутренней России, проработал учителем в поселке Мизиновский Гусь-Хрустального района. Педагогом был строгим, но справедливым. С тех пор память об этом в нашей области бережно хранят. В поселке даже реконструировали домик Матрёны, у которой жил писатель. Ее образ он навсегда сделал бессмертным в произведении «Матрёнин двор». Владимирские школьники говорят, что на лекции уроки узнали много нового. Я слышал, но не знал, что именно в школе преподавал. Я знал, что он жил, но где именно и чем он занимался, я этого не знал. У него была очень сложная жизнь, но несмотря на все это, он преодолел все свои препятствия, ну препятствия в своей жизни. И справился с этим, и достиг невероятных высот. Это еще раз доказывает, что стоит идти к своей цели до конца. Во Владимирской области не раз бывала вдова писателя Натальи Солженицына. Она встречалась со школьниками, студентами и ценителями творчества писателя. 2018 год, объявленный годом Солженицына в России, подходит к концу. За это время по всей стране состоялись десятки мероприятий, литературных встреч и даже премьер. В Владимирской области прошли выставки, картины, фотографии, спектакли по произведениям Солженицына. К столетию писателя в областном драматическом театре идет постановка «Раковый корпус, сосланный навечно», а кукольный театр поставил Матрёнин двор. Представители культурной общественности уверены, творчество Солженицына будет актуально всегда, потому что оно учит думать и чувствовать. Во Владимире на площадке Владимирского филиала финансового университета прошла игра «Что, где, почем». Школьникам предстояло проверить свои знания в области финансов. Игру провели сотрудники местного отделения Банка России и волонтеры финансового просвещения финн-университета. Как прошла игра и кто стал победителем, знает Алексей Домнин. «Всемирно известный мафиози Аль Капоне создал огромную сеть прачечных с очень низкими ценами. Какой афоризм или крылатое выражение появилось благодаря такому вложению денежных средств?» А также почему на банкнотах изображают чаще мужчин и на чем, по мнению Генри Форда, нельзя экономить. Всего 20 вопросов. На них предстояло ответить участникам необычной игры под названием «Что, где, почем». Одно задание, одна минута на раздумье. Догадливость, находчивость и общий кругозор – залог правильного ответа, говорят юные знатоки. «Мне интересна финансовая грамотность и экономика. Готовилась я... Ну, нас готовили в школе, там учебники выдали, мы все записывали, то есть готовились интенсивно». Порядка 60 ребят отвечали на два блока вопросов, по 10 в каждом. Игра прошла в формате известной телевизионной передачи «Что, где, когда». Среди вопросов были такие, на которые ни одной команде не удалось ответить правильно. Но, по словам школьников, это не причина расстраиваться. Это, скорее, стимул для дальнейшего изучения мира финансов. На это расчет, говорят организаторы. Главная цель – повышение финансовой грамотности у учащихся. «Сегодня у нас участвуют 10 команд из 10 школ. У нас планы на следующий год будут обширные, в том числе будут включать подобные игры». «Сегодня я надеюсь на то, что многие из наших школьников получат для себя новые знания, которые впоследствии им будут нужны в жизни, в работе и, конечно, в реализации каких-то семейных проектов. На перспективу мы планируем проведение новых игр и охват новых школ». По итогам игры золото досталось 41-й школе, а второе и третье место поделили 49-е и 9-е школы соответственно. Лучшие из лучших получили не только грамоты, но также и 1 миллион рублей. Правда, в виде измельченных купюр, которые вышли из оборота. Организаторы намерены и дальше продолжать познакомить учащихся Владимира с миром финансов. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлев, 6 канал. На этом моя часть выпуска завершена. А прямо сейчас информация о погоде, а сразу после смотрите нашу премьеру программу «Кто, если не мы». Это проект о волонтерах, которые каждый день помогают тем, кому их помощь особенно необходима. Оставайтесь на 6 канале. Всего доброго. Синоптики прогнозируют сегодня вечером в Владимире облачную погоду и небольшой снег. Температура воздуха составит 1 градус ниже нуля. Завтра днем в областном центре будет пасмурно, выпадет снег, а столбики термометров покажут минус 1, плюс 1 градусов по Цельсию. Ветер южный со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 94%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова